Первый сентября совсем близко, а значит в школах проходят последние приготовления к новому учебному году. Пока в этих коридорах непривычно тихо, но совсем скоро здесь вновь зазвучат детские голоса и веселый смех. Книжки, тетрадки, целый мир знаний откроют свои двери для школьников. По данным городской администрации, порядка 77 тысяч детей отправятся 1 сентября за новыми знаниями в школы и детские сады города. Нас заверили, школы готовы к встрече учеников. Ремонты проведены, новое оборудование закуплено, но основное внимание в этом году было уделено противопожарной безопасности и антитеррористическим мероприятиям. Тревожная кнопка в школах далеко не новшество, но на этот раз именно на ее работе было акцентировано внимание проверяющих, которые с 8 по 14 августа посетили все городские общеобразовательные учреждения. Во всех школах и во всех образовательных учреждениях города Рязани установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. По договору с отделом неведомственной охраны в течение 5-7 минут по нажатию кнопки прибывает охрана неведомственная и на объекте разбирается ситуация, которая произошла, чрезвычайная ситуация. Также в рамках антитеррористических мероприятий в некоторых школах сделали ремонт ограждений. Еще один вопрос, которому в этом году уделили пристальное внимание представители всех ведомств и организаций – противопожарная безопасность. Соответствующее оборудование в школах уже было установлено. Сейчас его наладили и проверили готовность к работе. На противопожарные мероприятия затрачиваются большие средства на то, чтобы системы технические, это автоматическая пожарная система, это речевое оповещение, управление эвакуацией, это прямая связь с подразделением пожарной охраны. На эти цели выделяются значительные средства. И для того, чтобы эти системы работали в полном объеме, вот такое особое внимание им уделяется работе этих систем. У нас во всех образовательных учреждениях эти системы установлены. Еще одно средство защиты детей – это камеры видеофиксации в коридорах и при входе и металлодетектором. Помимо всего прочего, в десяти школах были полностью заменены оконные блоки, отремонтированы 14 медицинских кабинетов, а в некоторых учреждениях проведен капитальный ремонт, деньги на которые были выделены в том числе из региональной казны. Помимо безопасности, родителей волнует вопрос организации учебного процесса питания в школах. По поводу последнего нас заверили – работа по улучшению качества продолжается непрерывно. Поставлять завтраки и обеды по-прежнему будет муниципальное предприятие «Детское питание», при этом меню разрабатывается с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы организуем общественный контроль, обязательно общественный контроль организуем во всех образовательных учреждениях. Мы приглашаем для этого родителей, выезжаем в школы неожиданно, проводим анкетирование в школах среди ребят, нравится ли им то или иное меню, что они больше всего любят, на что обратить внимание и так далее. И вот на этой основе уже сообща, мы решаем вопрос по формированию меню. Не менее важное физическое развитие детей здесь тоже постарались и за последние два года отремонтировали более 15 спортивных залов. И работа продолжается. Наметили планы и на организацию досуга для школьников в новом учебном году. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова